Это Старток. С вами я, Нил Деграсс Тайсон, ваш персональный астрофизик, и наша сегодняшняя рубрика «Космические вопросы». Все о черных дырах и пространстве на временном континууме. И со мной сегодня мой соведущий гость Мэтт Кёрш, и Мэтт, чувак с возвращением. Спасибо, спасибо, и прямо сейчас я подключился из моей фамильной незанятой спальни в Лондоне. О, ты имеешь в виду подвал твоих родителей, в котором ты живешь, просто признай это. Именно так, да, я каждый день езжу на работу в ЛА из подвала, в котором лежат все мои игрушки. Я знал, что ты конкретный гик, но чтобы настолько… Ты до сих пор живешь в родительском подвале? Ну ладно, хватит. Мэтт, ты на безопасной территории, так что можешь признаться нам. То есть никакого осуждения? Никакого осуждения. Хорошо, что ты вернулся. Ты едешь на передачу… Иногда это наука. Возможно, это наука. А, да, возможно, это наука, точно. Я приходил туда в гости, в прошлом. Действительно, приходил. Да, и мне очень понравилось. Так вот, Мэтт, ну я немного знаю что-то про черные дыры и чуть больше про пространство-время, но я не считаю себя одним из экспертов мирового класса, но у Старток есть именно такой друг, и, конечно же, это Джена Левин. Джена, с возвращением на Старток. Спасибо, я так рада быть здесь, ну как бы здесь, виртуально с вами. Да, да, Джена, вы как своего рода сосед из Музея естествознания, вы профессор, преподаете физику и астрономию в Барнардском колледже, в Колумбии, и просто отлично, что у нас есть такой друг, который помогает нам во всем этом. Да, мне нравится быть здесь. Хотелось бы одолжить ваши экспертные навыки, ну не одолжить, потому что мы вам ничего не вернем, вы дадите нам ваше экспертное мнение по поводу космологии черных дыр, о пространственно-временном континууме и всем, что с ним связано. Конечно. Ну, перед тем, как мы начнем, я бы просто хотел бы уведомить зрителей, что в ее свободное время Дженет вообще-то одна из основательниц удивительного проекта «Передовая работа» в Бруклине, прямо через реку, где вы сливаете искусство и науку при помощи довольно творческих путей. Я просто хочу поздравить вас. Спасибо, Нил, за то, что взялась за это. И ты уже занимаешься этим несколько лет, не так ли? Да, я очень ценю, что… Да, мы создаем передачи в прямом эфире и подключаем к дискуссии разных ученых. Ты заходил к нам, мы устраивали вечеринки с тобой, Нил, и… Да, но ты никогда не давала мне выйти на сцену. Я ждала подходящего момента. А, окей. А я тоже был там. И не на сцене. Им не нужны были мои познания, но… Да, мы с тобой просто не вывезем. Для зрителей это может и сойдет, но на самом деле не сможем сделать этого. Ну, в конечном итоге я там окажусь, но насчет тебя, Нил, я не уверен. Я бы хотел поделиться со всеми своей глубокой аналитикой. Я была бы рада вас пристроить обоих, но будьте осторожны со своими желаниями. Так вот, это большой проект. Это трансляция новаторских работ, и с начала пандемии это наша виртуальная манифестация. А еще это новаторские работы без границ, где мы берем и искусство, и науку, и музыку, и технологии. Такая вот мультимедийная феерия. Отлично, тогда они достигнут гораздо лучшей аудитории, чем та, что появляется в Бруклине. Мэтт, ты насобирал вопросов от наших патронов с Патреона, которые имеют эксклюзивный доступ к формату космических вопросов. И всем остальным придется слушать их вопросы. Так что у тебя приготовлено? Это как кот в мешке, только вместо кота там черные дыры и всякие такие штуки, да? Да, тут вышла неплохая подборка вопросов. Я начал бы с этого. От Мэтью Пауэра, моего супергеройского тёжки. Ты Мэтт Кёрш, а это Мэттью Пауэрс. Пауэр. Пауэр. Окей. Этот Мэтт из Нью-Джерси, а еще он прямо сейчас читает «Блюз черных дыр», одну из книг Дженны. Я читал её, это отличная книга, и Мэтту она тоже понравилась. И Мэтт пишет, мой вопрос такой, если бы две черные дыры вращались друг вокруг друга и создавали мощные гравитационные волны, то есть была бы возможность, что небольшой объект, скажем, шарик для пимпонга, мог бы перенестись в другое место этими волнами. И таким образом гравитация будет силой отталкивания в этом конкретном случае. Ого! Это что, серфящий шарик для пимпонга? Мне нравится. Это… Что ты думаешь, Нила? Мне очень понравилась идея. Наверняка он мыслит глубже, потому что ты, если серфишь на волне в океане, то вода на самом деле не двигается, она перемещается вверх и вниз. А ты как бы эксплуатируешь это, так? Движешься вместе с ней, ага. Я думаю, что это довольно изысканный вопрос. Я часто думала об этом, но так ничего и не решила. Я уверена, что кто-то может знать навскидку, но определенно. Если ты будешь рядом с этими двумя черными дырами, ты будешь свободно падать в пространство-время. Мы буквально называем это свободное падение. То есть свободное падение в природные изгибы пространства. Поэтому, если эти изгибы меняются, то поменяется и характер твоего падения. Например, Земля падает на Солнце по спирали, по кругу, и если Солнце завтра бы исчезло, то гравитационные волны излучились бы, через какое-то время достигли бы нас, и мы бы стали двигаться по прямой. Из-за того, что Солнца больше нет. Так что в каком-то смысле мы определенно движемся по этим волнам. Но представлять себе это как серфинг, это круто. Не знаю. Именно, именно. Скажем, если мы не такие тяжелые, как Земля, или такие же чувствительные, как шарик для пимпонга, то повлияют ли хоть как-то на нас гравитационные волны, распространяющиеся от исчезнувшего Солнца или от коллапсирующей черной дыры. Разве они могут влиять настолько, чтобы двигать нас? Как так может быть, что волна двигается, а мы не можем перемещаться вместе с ней? Ага. Ну, гравитационная энергия волны может быть довольно мощной, так? Столкновение двух черных дыр – это самое мощное событие, которое было зарегистрировано людьми. С тех пор, как зафиксировали большой взрыв. Итак, все это порождает гравитационные волны, но на самом деле, я думаю, что их эффект довольно слаб. В том смысле, что вы бы почувствовали сжатие или растяжение, если бы как бы качались на этих волнах. Но я не думаю, что на самом деле у них будет достаточно силы, чтобы перенести вас. Но мы еще знаем… Я думаю, что вопрос также был и про отталкивающие гравитационные силы. И на самом деле мы знаем о том, что гравитация может отталкивать. Ну вот, к примеру, темная энергия Вселенной создает этот отталкивающий эффект, приводящий к расширению. Вселенная расширяется, расстояние между всеми вещами увеличивается из-за темной энергии, и все это происходит довольно быстро. Да, но вы называете это гравитацией. Разве нам еще можно так говорить? Что вы имеете в виду? Ну, вы говорите, что есть темная энергия, и она противоположна гравитации. То есть вы легитимно называете это отрицательной гравитацией. Нет, я не называю ее так. Я имею в виду, что когда мы говорим о закрученном пространстве-времени, то притягиваться друг к другу – это не единственная возможность, хотя в ньютоновской физике это так и есть. Но с точки зрения общей теории относительности, когда я думаю о темной энергии, как о конкретном источнике деформации в пространстве-времени, то есть очень хороший пример, когда ее воздействие на пространство-время экспансивно. О, подождите, подождите, у меня есть ответ. У меня есть еще один хороший ответ, можно? Я поднял руку, выберите меня, Джанет, я поднял руку. Ты же босс, Нил. 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 Спасибо, спасибо. Так вот, если взглянуть на это более целостно, само по себе расширение вселенной разносит галактики еще и по расширяющейся ткани пространства-временного континуума. Так что с точки зрения движения, в некотором смысле мы движемся не сквозь пространство, а вместе с пространством. И пространство переносит нас. И нет, это не гравитационная волна. Но я бы сказал, что это как бы и серфинг, даже если это и не так. Да, это замечательно. Темная энергия это просто конкретный пример того, что вызывает расширение в ускоренном виде. Но многие вещи вызывают расширение вселенной. Например, тот факт, что в ней очень много света и энергии, которые движутся во всех направлениях. Это вызывает расширение. И я думаю, что ты попал в самую точку, Нил. Мы движемся вместе с расширением пространства, но мы не движемся по отношению к нашему локальному окружению. То есть, это похоже на то, как серфер движется по воде. Ага, ага, круто. И затем мы просто все отдаляемся и отдаляемся друг от друга. В конечном итоге мы даже не сможем увидеть другие галактики. Я бы хотел перейти от такого очень теоретического вопроса к другому, на который, я уверен, вы оба знаете ответ, потому что вам обоим его уже задавали. Александр Ньюхолс хочет узнать, куда именно расширяется вселенная. Да, Дженна. Я знаю, что ты делал это уже кучу раз. Нет, нет, я просто говорю разные штуки, когда я думаю о том, что прочитал, но ты-то на самом деле работаешь над этими вопросами, так что давай узнаем это от тебя. Ну, давайте скажем, что вселенная действительно расширяется во что-то. Просто притворимся. Тогда мы могли бы сказать, мол, на такое-то расстояние сейчас продвинулась вселенная в каком-то другом пространстве. Но мы же считаем, что вселенная есть пространство, поэтому нет никакой логики в том, чтобы думать, что она расширяется в чем-то другом. Вселенная – это и есть все пространство. Есть, конечно, относительная возможность. Возможно, вы могли подумать, что расширение вселенной – это как бы карта вселенной, на которой мы можем прочитать только подписи между объектами, которые меняются со временем. Но сама по себе карта не двигается никуда. Да, это довольно странная относительность, но нет. Нам не нужно помещать одну вселенную в другую вселенную, чтобы она расширялась. Хорошо? Я это понял. Но. Но. Кто? Что? Ладно. Хорошо. Давайте перейдем на ступеньку выше. В каких условиях? В каком измерении? В каком местоположении? В каком состоянии бытия должно быть существо, чтобы наблюдать в полной мере расширение нашей вселенной? Ну, хорошо. Хорошо. Снаружи. Ну, никак нельзя находиться за пределами вселенной. Ну, не в заправду. Но, так или иначе, ты сейчас пытаешься доказать при помощи меня, что Бога нет? Во что ты ввязываешься? Я на самом деле не упоминал Бога. Никто не может увидеть и познать целую вселенную за раз. Ну, никак нельзя. Кто ты такая, чтобы говорить о том, что там нет какой-нибудь платформы, какой-либо перспективы, с которой снаружи можно было бы увидеть все, что мы знаем и видим, и просто наблюдать за тем, что происходит? Ну, под наблюдением мы имеем в виду собирать частицы и взаимодействовать. И мы делаем это во время паузы в расширении пространства времени. Так что, если буквально кому-то нужно собрать свет, чтобы увидеть вселенную и понять, что с ней происходит, то вы на самом деле говорите о взаимодействии с чем бы то ни было. И это требует нахождения в той же самой вселенной. Я имею в виду, что это фундаментально. Ты не вселенная. Совсем не вселенная. Ну, мы могли бы сказать, что… Мэтт, она могла сказать, что там есть Бог, он смотрит на нас всех так, или Санта Клаус, который знает, когда ты был хороший или плохой. И мы бы спели парочку церковных гимнов и пустили бы титры. Довольно интересно разогнать эту идею и сказать, смотрите, эти идеи насчет того, бесконечное ли пространство или нет, или насчет расширения, это все просто варианты речи. Мы также могли бы по-другому говорить о вселенной только как об системе отношений, системе взаимодействий. И это единственное, что мы понимаем, что взаимодействие происходит в определенном промежутке пространственно-временного континуума. И совсем нет никакой необходимости думать о геометрии или думать о том, что вселенная – это пространство. Это просто интуитивно понятно. Ты смотришь на меня, будто я звал эту женщину на свое шоу столько раз. Хорошо. Мэтт, так, все, она уже переметнулась. Да. И я не знаю, смогу ли я ее теперь вернуть. Ладно. Я говорю о том, что частенько мы бываем одурачены из-за этих взаимодействий. Прямо сейчас у меня в голове есть иллюзия того, что ты твердый, прочный человек, и Мэтт тоже, но на самом деле ты, по большей части, пустое место. Это все иллюзии, за которые мы цепляемся, чтобы было проще понимать мир. Но мы-то знаем. Мэтт – почти пустое место, а я – твердый. Обожаю, когда люди говорят так про меня. Да, они упрочны. И ничего здесь не поделать. То есть ты ссылаешься на то, что атомы почти полностью пустые. Да, и если фундаментально взглянуть на то, что такое фундаментальные частицы, то атомы мы понимаем только в случае их взаимодействия с другими вещами. В этом и суть электронов. То, как они взаимодействуют со всем. Так что в каком-то смысле мы – это просто список взаимодействий. Да, целую лекцию по философии нам прочитала. Мэтт, быстрее. Переходи к следующему вопросу, пока не стало хуже. Из-за твоей философии я перейду к вопросу Скотта Аллана, потому что Скотт из Арлингтона, он, кстати, предупредил нас, что прямо сейчас он обдолбан. Хорошо. Я не оговорился, если Скотт все еще будет обдолбан, когда будет слушать ответы, то я думаю, что у него будут большие проблемы. Нам стоит сделать обдолбанную версию этого шоу. Я проведу трансляцию и позову своего кореша, потому что это буквально мой подкаст. Может поэтому там столько отсебятины. Вау, стартоп для стоунеров. О мой бог. У нас есть все, чтобы вам накуренным было круто. Знаете, Дженет, мы вас снова позовем, вот это будет шоу. Я обещаю нашим зрителям. Вот это будет шоу. Да я просто усну, это будет очень скучное шоу. Пока будешь есть картофельные чипсы. Так вот Скотт спрашивает, является ли все лишь формой энергии, а время – это просто человеческая придумка, которая включает в себя две идеи. То, что мы называем жизнью, и все, что мы можем увидеть и понять при помощи безграничных чувств и ума – это просто-напросто поток энергии, который постоянно меняет свою форму. Нет ни начала, ни конца, нет прошлого, нет будущего, есть только настоящая и какая-либо форма энергии, которую мы можем почувствовать и понять нашим разумом. Определенно это не так. Делайте с этим что хотите, профессиональный ученый. Может, вместо определенно как-то развернешь ответ, и мы пойдем дальше? Я думаю, что ответ – да, и все хорошо. Я просто думаю, что он определенно обкурился. Это такой наркоманский вопрос, что… какая уверенность… Так, я хочу перефразировать вопрос. Как мы с тобой, Дженет, как два ученых, как мы можем заверить его, что существует физическая реальность, и мы все не просто воспринимаем друг друга в моменте? Ну и какие есть доказательства существования чего-либо за пределами нашего восприятия? Да, ну… а кто из нас тот, что воспринимает? Я в твоей голове или единоличная, или ты в моей? Кто из нас гений, который создал… До того, как Скотт начал перемешивать свои идеи, было два вопроса в начале. Которые, как мне кажется, более соответствуют физической теории. Является ли все лишь формой энергии? И время – это изобретение человека? И я думаю, стоит рассмотреть эти два вопроса. Ну, что касается первого вопроса, да, я думаю, что материя и все остальное – это форма энергии. Это вписывается. Погоди, погоди, Дженет, интересно. Ведь ты это знаешь. Дженет, будь осторожна, когда ты используешь слово «думаю». Ну вот ты, например, думаешь, что завтра может быть дождь, но ты знаешь, что материя – это энергия. Хорошо, это правда, мы знаем, что материя в принципе определяется. Это довольно интересно. Я думаю, что это еще можно отнести к как бы тандему, к которому мы пришли. То есть, что следует из того, что наше тело состоит из атомов. Это значит, что в вас есть какое-то количество энергии, а взаимодействие этих частиц заранее предписано. Именно из-за этого и различаются электрон и позитрон. Это просто предписанные взаимодействия. Иначе, это их энергия. Так что да, это то, как мы существуем. Это за пределами, скажем, реальности. Опять же, это одна из иллюзий восприятия окружающего мира, с которой мы смирились. Мы уйдем на короткий перерыв, и когда вернемся, ответим на вторую часть этого вопроса. Является ли время просто человеческим конструктом? С помощью Джены Левин, которая дает нам лучше понять сущность Вселенной. Это старток, космические вопросы. Переведено и озвучено на студии «Стаханов-2000». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...